Ировая пшеница, сорт одета. Сеялка Great Plain, где-то в апреле, в конце апреля посев. Предшественник соя, без предпосевной обработки. Основная обработка топ-даун. Осенью 200 килограмм селитры по всходам. Основная обработка топ-дон. можно сказать о яровой пшенице, о технологии, о технологических моментах, но в целом многие элементы технологии они схожи с озимой. Я имею ввиду по обработкам, по защите. Один из таких важных моментов это сев, вот для нашей зоны сев в ранней, максимально раном сеем. Как только почва физически спелая, как готова принимать, мы уже сеем. Обычно задают вопрос, какая же температура, но температура обычно выше 5 градусов, то есть не было такого, чтобы температура была меньше. Я тоже как бы думал, что может быть температура меньше. Стал замерять и даже когда в момент в этом году, в момент сева, уже температура была и 8 градусов. Понятно, что она была не среднесуточная, это только вот допустим, ну в момент моего измерения. Ночью понятно, что она может опускаться до минусовых температур, но такое бывает не часто. И когда идет опускание до минусовых температур, то днем сев он такой вялый, потому что влага она задерживается здесь на поверхности, то есть посев, ну не продувается, капилляры забиваются и, как говорят, подтягивают влагу. И нужно время, чтобы поле обдулось. В целом, после сева, обычно по всходам гербицидная обработка, фаза укущения, препараты могут быть различные, то есть схем и продуктов для защиты зерновых достаточно много. Классическая дианат плюс гранд стар, можно чисто гранд старом работать, можно кто-то работает примой, можно агритокс плюс гранд стар, то есть вариантов, вариантов очень много, то есть проблем с этим никогда нет. Что касается противозлаковых препаратов, это Аксиал, Пума и аналоги Пумы, их тоже достаточно много, ну разных продуктов. Нужны ли они? Ну, как показывает практика, нужны препараты, бывают разные весны и каждый год по-разному себя ведут. Злаковые сорняки, как овсюк, так и, может быть, поздние яровые, они могут очень сильно вредить, поэтому иногда смотришь на огрехи, смотришь на какие-то стыковые участки и понимаешь, что уже без противовсюжного препарата опасно работать. Когда его лучше вносить? Ну, обычно вносим в фазу трубки, то есть начало трубкования. Если мы делим кирпицидную обработку на два, но даже если не делим, совмещаем, все за один проход, тоже это где-то вот в этот период. Это начало трубкования пшеницы. Что касается фунгицидной обработки, здесь вот с трубки начинается и первый фунгицид. Затем фунгицидная обработка в фазу, когда начало колошения, когда голосок только появляется. Или флаговый лист, флаговый лист, начало колошения. И если планируется третий, то это уже по голосу. В целом по яровой проблем нету и даже по защите, как бы я не вижу такой необходимости жесткой фунгицидной обработки в ранний период. То есть обычно проблемы, они все появляются в более поздний период, особенно если посевы хорошие, если с питанием, питание сбалансировано. Потому что обычно болеют растения взрослые. То есть молодые, когда растут, развиваются, они не болеют. Ну или болезни проявляются слабо, они с ними справляются. Да, может быть мучнистая роса в загущенных посевах, если они не продуваются, если сырая погода. Но это тоже как бы не смертельно. Это тоже не смертельно. Здесь вот в данном месте было, ну вот буквально, наверное, вторая фунгицидная прошла. Можно сказать, что здесь вот работал один фунгицид. То есть проблем в целом нет. Посевы чистые, но они и продуваемые. Сами по себе они продуваемые. Не сказать, что тут все закрывают. Такие густые, мощные, но они продуваемые. Уборка, как правило, это начинается по Яровой. А зимы, как правило, с 15 июля по Яровой где-то на 2-3 недели позже. Ну, как правило, это после 1 августа. Ну, с 1 августа, можно сказать так. Это вот для Курской области. Для других регионов, конечно, могут быть смещения. Для Курска Яровая пшеница, ну, в целом, в последнее время стала такая культура достаточно урожайная. То есть был период, когда Яровой пшеницы влаги чуть не хватало. Ну, то есть я не знаю, что произошло. Может быть, действительно, какое-то изменение климата. Но Яровая в последние 3-4 года стала неплохо получаться. То есть урожайность выше 50. То есть до какого-то момента она была, ну, чуть выше 40. И чувствовалось, что влаги ей не хватает в период налива. Ну, сейчас и сортов стало больше. Сейчас не только один, как и раньше, один сорт триза. Сейчас сортов достаточно много. То есть сортов 5, 6, 7 точно имеется неплохих. Да и вообще рынок Яровой пшеницы, он развивается. И сейчас очень много достойных сортов. Есть ли сорта более урожайные, есть ли контрастные? Да, есть. Допустим, если говорить о производстве, более-таки контрастно урожайные сорта, ну, скорее всего, за счет селекции они и выбиваются. Это сорт Корнета, это сорт Канюк. Ну, то есть в равных условиях они дают урожайность, ну, на полтонны-тонну больше. Ну, даже в опытах, когда я закладывал с таким сортом, как Канюк, он давал больше на одну тонну, чем Ликомера. Интересный такой факт, интересный момент. В то же время Ликомера давала 70, ну, а Канюк давал где-то 80. При норме высева 3 миллион. Почему была урожайность выше? Потому что Канюк не полег. Вот такая вот история. Одета, это сорт, его позиционируют как сорт более устойчивый к засухе в Чехии по той причине. Ну, в целом, первые вот эти признаки засухоустойчивости, это то, что этот сорт стремится быстрее всех классиций зировых, которые есть в производстве. То есть, быстрее как бы дать потомство. По урожайности тоже неплох сорт. То есть, в прошлом году где-то была 60, урожайность 61 центнер. Ну, в целом, на уровне триза. Хотя, прошлый год я не могу сказать, что он был благоприятный прям для яровой пшеницы. Но влаги хватило, чтобы налить неплохой урожай. Там в момент налива, в момент созревания уже дождей не было. И в то же время урожай был неплохой. Что касается... Ну да, вот этот признак, он, кстати, очень важный. Что пшеница стремится раньше выкоситься, отсвести и налиться. То есть, ей пшеницы, получается, влаги хватает. То есть, этот признак как бы нужно иной раз учитывать. Более поздние могут проваливаться в засушливых регионах. Поэтому иногда интересный такой момент, что в более таких южных регионах не выращивают яровой, но зато выращивают ячмень. Почему ячмень? Почему ячмень, да? Потому что ячмень созревает, как правило, на уровне озимой. Ну, может быть, чуть позже. В то же время ячменю влаги хватает, а от яровой не хватает. Потому что ячмень, если от яровой, ну, сравнивать с яровой, то есть, где-то на две недели созревает раньше. То есть, тоже такой вот интересный момент. Для ячменю нужно там меньше, конечно, элементов питания. Там соломистая часть, она слабее, чем у яровой. Но в то же время с яровой всегда проблемы. Потому что влаги может не хватить именно период налива. Были такие года, были такие года. Но в основном проваливались сорта более поздние. Вот такая вот история. Такое вот повествование. В данный момент сорт одета. Норма высева здесь в пределах четырех с половиной миллионов. Это где-то до 180 килограммов нектар.